Итак, здесь в кадре нас трое. Я, Дмитрий Ильишенко, кандидат географических наук Александр Жиренков, и третий это шерстистый носорог, правда в виде черепа, который найден на территории Тверской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире природоведение. Итак, раз у нас появляется шерстистый носорог, значит мы где находимся? Мы находимся в антропогенном периоде, или в четвертичном периоде. Антропогенный, появление человека, да? Совершенно верно. Это последние два миллиона лет. Это кайнозой, да? Это кайнозойская эра, это последний период кайнозойской эры. Два миллиона лет. Два миллиона лет назад. Чем характеризовался этот период? Вот в частности на территории нашей области. Одной из главных особенностей этого периода заключалась в том, что очень частая смена климатических обстановок. Ледники, вновь потепление. Но это уже суша, да? Море ушло. Море уже давно ушло. В меловом периоде последний раз было у нас море. Так. И появление шерстистого носорога. И это какой? Это, собственно, идет ледниковый уже период, да? То есть несколько слов о ледниковом периоде. Очень интересное время на территории нашего области. У нас не просто ледниковый период, а это смена оледенений и межледниковый. Таких оледенений насчитывается от 4 до 6. Они продолжались порядка 20-30 тысяч лет. Вновь сменялись между ледниковыми эпохами, когда было потепление и вновь оледенение. Последнее оледенение на территории Тверской области было примерно 25 тысяч лет назад, когда вся северо-западная часть территории Тверской области покрывалась ледником. Примерно 25 тысяч лет назад он начал уходить на северо-запад. А вот эти огромные камни, которые до сих пор мы находим в Тверской области на полях, они принесены в какое время? Тоже ледником же принесены? Те камни, которые мы находим под Тверью, они принесены порядка 100 тысяч лет назад. Те камни, которые мы находим в Торопинском районе, в Балагомском районе, они принесены ледником около 40-50 тысяч лет назад. Интересно, интересно. Представляете, уважаемые телезрители, какие чудесные... Вот тут глаз был, да? Это существа, шерстистый носорог. Вот здесь был рог. Ну, рог волосяной, поэтому он не сохранился. А черепная часть сохранилась. Ну, вообще, нашим предкам так это нелегко. Приходилось добывать-то хлеб насущный. Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем мини-сериал «Палеонтология. Палеонтологическая история нашей Тверской области». Встретимся в следующем сюжете. А сейчас хорошего настроения и отличной погоды. Продолжение следует...